Выкапываем ель канадскую коника. Вот две уже выкопали, сейчас будем еще копать две штуки. Две переезжают на другой участок. Ну корневая как ни крути тут кома не получится, поэтому раз, два, сейчас запакуем ее. Ну сейчас мы будем рассаживать первым делом вот ель конику канадскую, которую мы выкопали сегодня утром, я думаю, ну для начала как и во всем ландшафтном дизайне, сейчас микрофон подберу, сначала растения раскладываются на расстояние, которое вы будете сажать. Сильно далеко я друг от друга не буду сажать, где-то вот так, потому что здесь еще много, почему ель коника для этого места, потому что во-первых, здесь тень постоянно, солнце заходит вот оттуда и вот так идет и даже летом тут довольно много теней. Ну а ель коника, как вы знаете, она не очень сильно любит солнце, особенно весной. Ну отступаем где-то 50 сантиметров, ну не сказать, что она останется тут навечно, она дорастится и будет хорошим потом материалом, потом мы продадим скорее всего, или же оставим себе, с нее тоже можно делать черенки, как бы закладываем маточники тоже, ну где-то, я не знаю, пол лопаты, отступаем и для следующей, копаем ямку. Корневая у нее хорошая. Корни, вот видно можно, ну они мокрые, еще влажные, поэтому в пакете им ничего не будет, они уже пролежали здесь 4, наверное, пока приезжал народ, пока, то все, мы делали выкопку, самовывозу, так, ямки есть, пол лопаты опять, ну за нее можно будет посадить еще что-нибудь, если там у нас посмотрим, там или мелкий самшит, или еще что-нибудь, в общем она растет не быстро, главное посадить, ну а летом тут солнца ей хватит, чтобы расти, а весной здесь солнца не будет, так вот выкопали 4 ямки, 4 ямки, теперь можно залить их водой, сейчас мы зальем водой, ну что, первым делом заливаем лунку водой, одну пока здесь уходит, можно вторую туда бросить, теперь ставим растение, вот растение, присыпаем, ну то что оно проживется, у меня нет никаких сомнений, здесь полив будет хороший, потому что недалеко от бочки, так, ну делаем вокруг растения, поливочный круг, как и везде, в принципе, на видео я показывал, ну мы сюда будем сажать очень много подростков, там накопилось очень много, поэтому вот посадили, теперь полили хорошо, пока в той лунке уходит вода, заливать надо очень хорошо, очень хорошо, пока вода стоять не будет, заливаем, заливаем уже, там побежала, вот поливочный круг надо делать так, чтобы со временем он был, оставался поливочным кругом, а не просто, так здесь достаточно, пока в эту лунку, а в эту мы будем сажать, вот видите тут прям, ставим растение и засыпаем, росли они очень близко друг другу, поэтому с хорошим комом не удалось выкопать, но это не беда, для нас, по крайней мере, точно, так, опять попридавливать, и опять можно нам ее уже поливать, там вода была, сейчас мы тут, вокруг поливочного круга, заливаем хорошо, так, чтобы вода стояла, хотя здесь уже почти ушла вода, мы все будем заливать тут однозначно, сейчас уйдет, сейчас посадим все, и там будем заливать, вот так залили, и так нужно минимум три раза сделать, чтобы вода полностью пропиталась, а потом где-то и придавить, но не сильно придавить, а слегка, так здесь у нас что, здесь у нас опять набирается вода, кидаем в другую лунку, пока мы там ставим растение, ну здесь можно не смотреть, там ровно, криво, все равно она растет, ну примерно вы уже, когда копали лунки, выровнялись, микрофон сорвался, так вы, сейчас мы с вами, опять делаем поливочный круг, ну поливочный круг можно делать, нагребли к стволу побольше, а потом отгребаем, отгребаем, также можно это сделать тяпкой, то есть вокруг ствола к стволу нагребаете, а потом от ствола отгребаете, получается хороший поливочный круг, вот теперь поливаем опять, вот в крайней уже вода ушла, да и в этой уже вода ушла, сейчас будем заливать, но они росли близко друг к другу, поэтому видите, бок одной, ну ничего, на следующий год она растет довольно хорошо, единственный ее минус, она пендитная, по весне, когда солнце холодное, она начинает гореть, а так если в тени, она прекрасно себя чувствует, после трех дней полива, мы еще дадим ей корневин, можно было сказать корневина, получилось бы в ритме, ну вот наша грядка начинает оживать, я думаю все растения, которые мы будем садить, сюда я буду снимать, вот так вот, довольно прекрасно она поливается, и здесь, и здесь уже ушла вода, только оглянулись, октябрь месяц, начало октября, я хотел если честно ее попозже посадить, но сейчас пока, так, опять набираем лунку, вот здесь поудобнее, здесь поливочный круг у нас, видите, так разворачиваем пакет, там в еврокубе мало воды осталось, поэтому я пытаюсь, чтобы хватило, так, это, здесь еще, а вон туя у нас есть, мы в туя кинем, она тут с весны, так что с ней проблем не будет, пусть бежит вода, ставим растения, так, ну это бог конечно, солнце у нас будет там, вот так поставим, это все нарастет, я уверен, тут летом солнца очень много, летом, весной, ну весной уже, конец весны, а так вот видите, сейчас у нас сколько, четыре часа, три часа, и тут тень, вот теневик закрывает, вот все, ну это тень, естественно, благодаря теневику, опять нагребаем даже к стволу, вот так, а потом от него отгребаем, и получается у нас опять поливочный круг, и этот поливочный круг нам надо залить, вылезть, ну можно ее родной земли, где с другого участка, но в принципе ничем не отличается, если кому-то охота может добавить песка, так, четвертая есть у нас, посадили 4 ели канадской коника, когда-то я их на новый год взял, на старый новый год, ели живые в пятерочке, это было, но я не вспомню, года три назад, наверное, да, ну вот уважаемые друзья, мы ее рассадили, ели канадскую конику, ну теперь будем поливать ее каждый день, три дня заливаем хорошо, на четвертый я дам ей корневин, потом подожду пока он поработает, и потом будем заливать до морозов, советую вам садить ее в полутень, вот здесь у нас до обеда тень, а потом летом солнце есть, поэтому солнца и хватит для того, чтобы расти, ну а там посмотрим, если что пересадим, на этом все уважаемые друзья, всего доброго, с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик, удачи!